МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это неделя города, последняя в уходящем году. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема выпуска. Новогодний блокпост. Автоинспекторы оригинально поздравили рязанских автолюбителей с наступающими. Жизненно важно. В Рязань поступила партия датчиков для детей больных с сахарным диабетом. Новогодние лайфхаки. Как правильно выбрать украшения и нарядить новогоднюю елку в год тигра. Необычная картина сегодня предстала взором рязанских автолюбителей. У Солочинского поставек встречали Дед Мороз и Снегурочка. А вот собирали ли они штрафы и проверяли аптечку, знает Валерий Седов. Дедушка Мороз. Как вы думаете, седоватор Годор. Правила была нарушена. Для кого? У нас для вас подарок есть. Для тех, кто хорошо себя привел и согласно правилам дорожного движения. Держите, вам подарок от школьников. Добрый Дедушка Мороз сегодня не выписывает штрафы, а наоборот одаривает тех водителей, которые правил дорожного движения не нарушали. Им и их пассажирам, даже самым юным, вручают открытки от школьников, а также световозвращающие элементы. Конечно же, на самом деле, никакой специальной выборки нет. Подарки дарят всем водителям. И напоминают о соблюдении основных правил. Все-таки сегодня Дед Мороз еще и инспектор. Главные герои новогоднего праздника Дед Мороз и Снегурочка помогают полицейским напомнить водителям о мерах безопасности при управлении транспортным средством. Особое внимание уделяется напоминанию правил дорожного движения, связанное с исключением случаев употребления спиртных напитков в длительные новогодние выходные. Также скоростного режима, дистанции, бокового интервала. Акция «Полицейский Дед Мороз» уже стала доброй традицией у сотрудников. И водителям настроение поднять, и о важных правилах напомнить. В ближайшие 10 дней у сотрудников ГИБДД надзор за участниками дорожного движения будет повышен. Хотя все же соблюдать ПДД необходимо не только в дни надзора со стороны госавтоинспекции. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город». В уходящем году районная газета «Кораблинские вести» отметила 90-летие со дня основания. Жители района главные почитатели издания, потому что часто героями репортажей становятся их соседи и родственники. О том, как живет газета сейчас, Герман Гущин. 90 лет для печатных СМИ – солидная дата. В каждом номере редакция газеты «Кораблинские вести» всегда старалась и старается передать всю картину уходящей недели. Чем живет район? Какие новости происходят в регионе? Ну и, конечно, рассказать о земляках. Все, что происходит в районе, отражается в нашей газете. По сути дела, историю района мы пишем – это правда. Не случайно, вот сейчас создается энциклопедия района, и люди, которые занимаются подготовкой материалов к энциклопедии, в первую очередь берут подшивки газет за все годы. Потому что там история района, события определенные, важные для района, для области, для страны. Кроме того, люди. Самые главные ценности – это, конечно, человек. Человек, его судьба, его история, его таланты, его победы. И газета обо всем этом пишет. Преимущество районной газеты, по словам главреда «Вестей» Светланы Митиной, заключается в том, что героем номера может стать абсолютно каждый житель района. Понятно, что районке в цифровой век уже своеобразный анахронизм. Подписчиков с каждым годом все меньше. Подписка – дело сложное. С каждым годом все проблемнее идет, сложнее, труднее. Понять можно людей. Финансовая сторона вопроса – это на первом месте. Кроме того, есть еще проблемы с доставкой, с почтой. Где-то закрыто почтовое отделение, где-то не вовремя приносят газету. Бывают ситуации, когда просто недорабатывают люди. Мы разбираемся. Сложности у «Кораблинских вестей» газеты с почти вековым юбилеем хватает. Наверное, как и во всей сфере печатных СМИ. Но в редакции не унывает, как говорит Светлана Митина. Главное, чтобы читатель получал номера вовремя. Герман Гущин, телекомпания «Город» при поддержке телеканала ТВ «Кораблино». В период пандемии проведение мероприятий с большим количеством граждан недопустимо. Но мы с вами прекрасно понимаем, что в новогоднюю ночь, несмотря на здравый смысл, люди отправятся к елкам. Все службы должны быть к этому готовы. Об этом заявил на правительстве губернатор Рязанской области Николай Любимов. По его словам, жестких ограничений не будет, но вместе с тем антитеррористическую безопасность никто не отменял. Жесткие правила новогодних праздников – это в основном для чиновников. Именно их настраивал на усиление контроля Николай Любимов. Помимо муниципальных властей, в режиме повышенной готовности должны быть тепловики и энергетики. Под особым контролем должно находиться использование петарда фейерверков с тем, чтобы не допустить несчастных случаев. Повышенного внимания также требуют крупные торговые центры, где в течение праздников также ожидается скопление людей. Прошу самым четким образом отработать вопросы обеспечения безопасности в учреждениях стационарного типа, таких как больницы, школы-интернаты, организации круглосуточного пребывания пожилых граждан и инвалидов. Еще раз проведите инструктажи, проверьте системы пожарной безопасности. Быть начеку должны и пожарные, и спасатели, и полицейские. Особое указание коммунальным службам – город должен быть убран. В домах должно быть светло, а у подъездов, конечно, чисто. Недопустимо, чтобы в новогодние праздники улицы тонули в снежных завалах, а дороги напоминали каток. Нужно проверить наличие запасных частей, других средств, необходимых для оперативного устранения аварий и на тепломагистралях, и на прочих системах инженерной инфраструктуры, на всех предприятиях жизнеобеспечения. Отдельный наказ главам муниципальных образований. Дескать, если вдруг кто решился праздновать за границей, вы, конечно, езжайте, но не забудьте оставить конкретного исполняющего обязанности и график дежурств. Если вдруг что-то пойдет не так, будет персональная ответственность. Максим Васильев, телекомпания «Город». В Рязань поступили первые партии датчиков мониторинга системы глюкозы в крови. Это может облегчить жизни больше 300 родителей и самих детей. О том, чем именно полезны эти датчики и почему они так важны для диабетиков, расскажет Валерий Седов. У Ольги Короленко трое детей, двум из которых поставили диагноз диабет первого типа. Старшему, 12-летнему, диагностировали болезнь больше двух лет назад. Младший страдает почти с рождения. Их ежедневный эмоцион больше 10 заборов крови в день, чтобы отследить уровень сахара. Постоянные проколы пальцев, естественно, слезы и нежелание сдавать кровь снова. Однако в январе этого года изменились медицинские стандарты. Появилась новая система непрерывного мониторинга. Что важно, без проколов. После этого мы стали уже обращаться в различные инстанции для того, чтобы эти системы выдавали детям. Ну и вот прошел почти год и теперь есть настоящий физический результат. Системы нам выдали. Это первая партия новых систем непрерывного мониторинга. Вручать их приехал губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он и попросил главного врача Инну Лебедеву рассказать, как система будет работать. Датчик, который крепится на плечо и, собственно говоря, которому уже потом сканером или ридером считывается информация, которая через этот датчик происходит. Прибор состоит из двух частей. Монитор устанавливается не под кожу, а на нее. Ридером считывается постоянный уровень сахара в крови. Это позволяет отследить динамику и вовремя отреагировать на изменения показателей. В первую партию закуплено 335 приборов. Мы их будем передавать в лечебные учреждения, которые распределять будут на своих больных, имеющих территориальное прикрепление к лечебному учреждению. И в последующем такая же схема будет у нас. То есть все эти приборы будут выданы персонально каждому родителю, имеющему ребенка с сахарным диабетом первого типа. И в последующем будет проведено, кому требуется обучение родителей, тому, как пользоваться и как использовать этот прибор. В Рязани области сейчас 341 ребенок с диагнозом диабет первого типа. За последний год он выявлен у 56 детей. Налицо рост динамики. И хоть новая система непрерывного мониторинга призвана облегчить жизнь как родителям, так и детям, все равно необходимо регулярно приходить к врачам и проходить обследование. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город. В день МЧС сразу несколько спасателей получили новые офицерские звания, памятные награды от ведомства и региональных властей. В этот день обычно подводят итоги работы службы, приводят впечатляющие цифры. Главное из них. За 2021 год в области удалось ликвидировать 4 с лишним тысячи пожаров. Остальная статистика далее. В свой праздничный день спасатели при параде. Еще бы, сегодня для многих из них день знаменательный. Кто-то из подполковника стал полковником, кто-то сделал свой шажок по карьерной лестнице, стал майором или старшим лейтенантом внутренней службы. Да что там говорить, сегодня день спасателя, а значит, любому подарку тут рады и грамоте, и почетному знаку, потому что заслуженно. Сегодня в зале собрались у нас доброволицы, работники ГИМС, спасатели пожарные, непроповодители. У нас в этом году достаточно много награждаемых. Мы разделили мероприятия на три части. Сегодня, завтра, после завтра. С счетом естественной пандемии. И очень приятно вас сегодня видеть здесь в зале. Сказать им слава, слава, слава благодарности за тот труд, и люди, которые вы несете. Без сравнения с десантниками в Рязанском управлении МЧС сегодня не обошлось. Вы заслуживаете не меньше уважения, чем они, говорил заместитель председателя Рязанской областной думы Николай Макариков. Что такое быть в тылу врага, оказывается в самом пекле, эти парни знают не понаслышке. И вы так же, как десантники, пополняете свои задачи, когда людям становится страшно, людей охватывает паника. А вы идете в огонь, идете на любые другие решения для того, чтобы спасти людей. Ну, наверное, не случайно, поэтому сегодня и Маркилова, 27-го числа, день рождения. Сегодня МЧС – одна из самых эффективных систем реагирования и предотвращения чрезвычайных ситуаций пожаров. Именно благодаря вовремя проведенной профилактике по предотвращению ЧС судьбы многих людей несчастье обходит стороной. С этим как раз связана и внутренняя модернизация ведомства. Сейчас все переходит в электронный вид, то есть и в плане техники, обслуживания. И, ну, как бы, да, есть такой момент, то, что не обязательно писать все на бумаге и нести, то есть тратить на это время на доставку документов. Можно все в электронном виде отправлять, в том числе и в министерство, и создавать приказы, и какие-то нормативные документы. Официальная статистика в цифрах достаточно солидная. Больше 4 тысяч ликвидированных пожаров, больше тысячи выездов на ДТП. Повышение общей безопасности, новый рубеж на 2022 год, который должен быть преодолен. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Качество работы того или иного ведомства определяют сухие цифры статистики. Сколько дел удалось раскрыть, сколько преступников в итоге оказалось в местах не столь отдаленных. О своих достижениях говорили и в Следственном комитете. За 11 месяцев 2021 года зарегистрировано 49 убийств. Почти столько же, как и годом ранее. Дела с припиской «Повлекшие смерть потерпевшего по неосторожности» удалось раскрыть все без исключения. Идентификация убийц больше 97%. За каждой цифрой человеческая жизнь. Найти душу губа – как раз задача следователей. И показатели говорят, что справляются они хорошо, как и в других сферах. В 2021 году наблюдается увеличение на 18,1% количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. С 332 до 392 преступлений. В большинстве случаев речь идет о преступных посягательствах против жизни и здоровья несовершеннолетних, а также их половой неприкосновенности. За 11 месяцев этого года в производстве у следователей находилось 25 уголовных дел о налоговых преступлениях. В прошлом году их было 28. Ущерб по оконченным уголовным делам составил почти 290 миллионов рублей. И это почти втрое больше, чем в 2020. При этом ущерб в сумме 77,9 миллионов рублей возмещен. Наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 228 миллионов рублей, что превышает сумму невозмещенного ущерба. Органы следствия приняли все меры, которые позволили возместить причиненный ущерб на 100% по результатам рассмотрения уголовных дел в суде. И хоть раскрываемость в текущем году хорошая, но как бы грамотно не работали следователи, как бы тщательно и быстро не выполняли все необходимые экспертизы криминалисты, преступлений в Рязани меньше не становится. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Жители дома на Станкозаводской, 32, остались недовольны косметическим ремонтом. Дело в том, что ржавые почтовые ящики в программу реновации подъезда не попали. Управляющая компания на звонки и письма жильцов никак не реагирует. Отломанные дверцы, почтовых ящиков и искореженный металл. Эта картина встречает жителей на первом этаже дома на Станкозаводской. В ноябре этого года в доме сделали косметический ремонт. Покрасили стены, побелили потолки, добавили освещение. А почтовые ящики почему-то так и оставили – доживать свой век на стене. Сделали ремонт у нас в подъезде в этом году осенью. Но не заменили почтовые ящики, которые выглядят безобразно. И вид у подъезда не изменился после ремонта. Нам сказали, что ящики в удовлетворительном состоянии. Мы же вам их покрасили. И вполне этого достаточно они считают. У строителей мы спрашивали про почтовые ящики. Они сказали, что будут менять. Но строители, они не ответственные. Они не ответственные лица, они исполняющие. А именно в управляющей компании, ответственные за наш подъезд, она сказала, что и так с этим. Единственное, что в ходе ремонта посчитали нужным сделать с ящиками – выкрасить их в цвет стен. Постарались на славу. Номера квартир тоже закрасили. Более того, они закрасили все замки настолько, что просто забили краской. Ни один замок в принципе не работает. Все закрашена краской. Ремонт все равно был не совсем правильно сделан. Осталось очень много мусора на чердаке, строительного мусора. Вплоть до того, что были уже случаи, дети, видно, баловались. И строительный мусор, пескопетонки дали вытяжку. Специалисты управляющей компании «ЖО-11» в телефонном разговоре пытались пояснить, что старые ящики в хорошем состоянии. Однако заверили, что их все же заменят. После праздника их заменят. Уже заказали. Только установка будет после новогодних праздников. Жильцы дома номер 32 на Станкозаводской надеются, что в этот раз управляющая компания сдержит свое слово. И новые почтовые ящики все-таки станут завершающим штрихом ремонта. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». Заснеженный город из бумаги и ваты мигом переносит вас с детства в сказку, в добрые новогодние мультфильмы. Юные художники из студии «Калибри» в преддверии Нового года демонстрируют пример нам, взрослым. Чудес ждать необязательно. Можно творить чудеса своими руками. Репортаж из библиотеки имени Горького с открытия выставки. В холле библиотеки шумно и празднично. Здесь собрались юные волшебники, архитекторы, строители и дизайнеры в одном лице. Юные, но смелые в творчестве. Это они построили целый город, который сейчас можно увидеть на первом этаже библиотеки. Такая идея родилась у Людмилы Пронкиной, руководителя студии «Калибри». Воплощали ее воспитанники студии. Больше полувека назад, страшно говорить, даже тут псу мужик, это число, когда я была такой же маленькой, как сейчас мой внук, пятилетний, а мамочке всего было 29, мы с ней делали заснеженную деревню. Я единственное добавила, предложила сделать вату, проклеенную густоклестером и посыпанную. Кстати, слюда здесь, она старинная, специально мы заказывали, такая, какая была в 60-е годы. И у нас получилась вот совершенно, совершенная сказка, мне кажется, и она перенесла меня в далекое-далекое прошлое. Поэтому я всегда родителям говорю, приходите на мастер-класс вместе с детьми, делайте что-то дома с детьми, потому что, ну, все мы родом из детства. И вот эти вот теплые воспоминания детские, они нас, наверное, вот, ну, не знаю, как иммунитет, наверное, они нас греют всю-всю жизнь. Домики сделаны в технике папье-маше. Сначала бумажный каркас, потом ватный снег, а после украшения и окошки. В общем, ушло около пяти занятий. Смотрелось много разных картинок, честно скажу, потому что все равно мы черпаем вдохновение из каких-то чужих работ. Это любой художник так делает, я думаю, сейчас в наше время, когда всего так много. Вот. Но потом это перерабатывается и делается уже, проходит через меня, скажем так, и подается это детям. То есть, чтобы это было не похоже на что-то еще и было совершенно наше. В сказочную атмосферу помогли создать и юные художники из студии. Они рисовали сказки. Мы рисовали любую сказку. И я рисовала эту сказку «Золушка». У меня тут «Золушка» и «Фея». Она красивая, добрая, интересная и в ней много познавательного. Вполне возможно, герои, изображенные на этих рисунках, обитают в этом волшебном сказочном городе. Новогодние чудеса начинаются с нас самих. Дети хорошо помнят об этом, а вот взрослые иногда забывают. Канун Нового года – самое время вспомнить. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Все новогодние праздники жители Рязани и гостей города будут ждать в областном художественном музее. Опубликован уже план мероприятий. Со 2 по 5 января у новогодней елки для детей вас будет ждать «Снегурочка», которая будет читать стихи, загадывать загадки, проводить игры. Там же со 2 по 9 число первого месяца года с 14 часов вас ждут на экскурсию «Путешествие в зимнюю сказку», где познакомят с шедеврами из коллекции музея. Праздничная программа насыщена музыкальными представлениями. Так что, если вдруг вы решитесь на культурную программу, обязательно загляните в художественный музей. Все мы родом из детства и в преддверии праздника ждем чего-то особенного. Скоро время зимних чудес, когда мы отпустим заботы, а пока предлагаю вдохновиться идеями украшения новогодней елки 2022, чтобы сделать самый главный праздник года по-настоящему незабываемым. Наступающий год, согласно восточному календарю, год голубого или черного водяного тигра. Что мы знаем о тигре? Это сильный, мощный хищник, при этом тихий и грациозный. Водоперемены в наступающем году могут подкрасться незаметно. Тигр, он как бы по поверьям, он удачлив, он всегда достигает своих целей, поэтому в этом году открываются новые возможности для достижения чего-либо. То, что три двойки, двойка – это вообще число противостояния. То есть год может быть конфликтный, с выяснением отношений, с яркими какими-то там претензиями друг к другу. И тем не менее, на всем на этом могут рождаться очень хорошие союзы. То есть вообще этот год крайне удачен для создания семьи, для заключения брака, для того, чтобы, скажем так, завести детей. Вот этот год крайне удачен. Для привлечения благополучия и удачи встречать в заветную ночь символ года стоит, выбирая природные оттенки. Полоски тигриные – пожалуйста. А, например, вот там змеиный принт, зебры, на которых как раз охотятся тигры. Вот этого нельзя надевать, не стоит. Плюс, опять же, то, что сейчас Венера в Козероге требуется сдержанности, элегантности, такой как бы вот минимализма некоего в украшательстве. Были приятные ткани, приятная расцветка, чтобы все радовало, чтобы вот, называется, ничего не стесняло движений. То есть как бы вот как тигр чувствует себя, естественно, в среде. Вот точно так и так же человек должен себя чувствовать в эту новогоднюю ночь. Оливковый, песочный, бежевый, оранжевый, черный, синий и голубой. Тех же тенденций придерживаемся, украшая дом. В мире новогодней моды сегодня огромный выбор украшений, которые подойдут к любому интерьеру и могут создать желаемую атмосферу. Традиционно, вообще раньше, допустим, ну что у людей было, тем и украшали яблоки, орехи, шишки. То есть это такое, знаете, как праздник урожая, можно сказать. Без шишек вообще невозможно, мне кажется, представить новогоднюю композицию. Пёрышки – это что-то такое, знаете, как ассоциация, это что-то такое лёгкое, такое вот воздушное, да, вот вы дунули, и как снежок они полетели. Новый год вообще это такой праздник, когда можно использовать вообще совершенно любые декоративные элементы. Всё, всё, мне кажется, всё можно использовать. Если снегом присыпать, вообще можно. Вообще всё будет подходить. Нарядить сильную ёлку или выразить что-то своё глубоко личное сейчас может каждый. Используем палочки корицы, высушенные апельсины, свечи и традиционные стеклянные ёлочные игрушки. Цвета вот в этом венке, цвета традиционные. Красный, зелёный, золотой. Это, ну, мне кажется, самое нарядное новогоднее такое украшение. Вот. Ну, очень красиво смотрится, например, зелёный с белым. Год голубого тигра, да, в этом году. Ну, как пишут везде, где-то писали, где-то чёрного тигра. Ну, неважно. В общем, сейчас вот очень многие берут покупатели игрушки в голубом цвете, в чёрном цвете, в сочетании этих цветов. То есть, что-то похожее на воду. То есть, чтобы такое, да, вот шары водяные в этом году у нас очень хорошо тоже покупают. Ну, как-то вот хочется вот людям, видимо, ну, какой-то символизм вот этот вот, чтобы присутствовал. Подбирая игрушки, руководствоваться можно восточным календарём или поддержать интерьер в доме. Монохромные ели в розовых или бирюзовых тонах, золотистые или синие. При подготовке к самому волшебному празднику, фантазии и чувству прекрасного, есть где разгуляться. Помимо основного атрибута праздника, атмосферу создают гирлянды и венки. И если 10-15 лет назад под потолок и на окна принято было вешать мишуру и дождик, то сейчас всё чаще люди выбирают живые хвойные композиции. Композиции собираются все из живой такой ёлочки, пихта датская, ну, белис. Она имеет чудесный аромат, она не сыпется, как наша ёлочка из леса или сосна. При хорошем уходе можно её аккуратно в коробочку убрать, в тёмное место, и она постоит до следующего года даже. Учитывая, что символ года – тигр, рекомендуется поставить на стол побольше мясных блюд и встретить Новый год и Рождество с верой в чудеса. Марина Романюк, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». Это был последний выпуск «Недели города» в уходящем году. Завтра его итоги подведут журналисты телекомпании «Город» в специальном выпуске. Ну, а мы на этом с вами прощаемся. С наступающим Новым годом и всего доброго. Новогоднее чудо с Камчатки к вашему столу. Свежий улов. В Чамыче красная икра белорыбеца. Торопитесь. Только до 31 декабря. Уличная площадка торгового центра «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова